Ну что ж, друзья, мы в Юникло сегодня. А, вот эти рубашки. Я думаю, где же они? Вот они на манекене. Появились у них эти льняные рубашки. Я, наверное, их примерю в следующий раз. Стоят они 50 долларов, так же, как в прошлом году. И есть вот такие льняные шортики. Вот они в каких цветов. В этот раз очень такие цвета не яркие, а такие приглушенные. Желтые, оранжевые. И есть полосочку розовый такой пыльный. И есть вот в полоску. Это их манекене рубашки, которые они делают каждый год. Сто долларов они стоят. Когда-то они стоили... Ой, стопроцентный льон. Когда-то они стоили 40 долларов, сейчас они стоят 50. И вот мне еще понравились... На самом деле это мужской отдел. Но вы знаете, видите, написано, что вот и девочки в такой же кофте. 40 долларов она сейчас стоит. Вот такая кофта-кардиган вязаная. Хотя это в мужском отделе. Ну, видите, на картинке и мальчика, и девочка. Так что, в принципе, их можно носить всем. Вот таких вот они тоже цветов. Очень, очень неброских. Очень базовых. И состав у них 42 полиэстера. В общем, 20% хлопка. Все остальное... Все остальное... Все остальное полиэстер. Так, это мужской отдел, кстати. Здесь есть тоже льняные рубашки мужские. Вот, видите. Не знаю, если они чем-то отличаются от женских. Мне кажется, что они такие же, как и женские. Может быть, цвета немножко другие. Здесь еще есть свитера, которые тоже, видите, можно носить юнисекс. И мальчики, и девочки могут носить. Причем за полную цену они еще до сих пор... У них не... Собственно говоря, это новые цветера. Мне кажется, что они сделаны из хлопка. Или, во всяком случае, какая-то часть из хлопка. Ну-ка. Да, 40% хлопок. Вот такой вот, знаете, они такой вот вязкий. Хорошие тоже цвета. 60 долларов они стоят. Есть такие по... Другие такие гладкие. Гладкие вязки. У них 39. Тоже 40-40% хлопка. Есть вот такие вот в полосочку уже всем надоело. Вот эти кардиганы мне реально прям понравились. Вот это мы возьмем с собой в примерочные эти платья. Меня просили. Тоже льняные рубахи. Кстати, очки у них есть. Вы знаете, что у них... Вообще-то есть... Ленипло делает очочки. Вернее, оправы. Это же просто стекло. В нее можно вставить любое оправы. Есть, кстати, темные очки. Почем, интересно, они? 30 долларов. Разные-разные формы. Темные очки. Вот эти неплохие. Вот такие вот. Ну, в общем, всякие разные. Есть у них и темные очки. Вот такие брючки. В следующий раз мы с вами обязательно померим. В этот раз будем брать что-то другое. Вот эти в полоску. Мне нравятся. 60 долларов. Что за состав у них? Лен с хлопком. А сколько чего, непонятно. Сколько льна, сколько хлопка. А, вот. Значит, 47 хлопок и 53 лен. Хороший состав тоже, видите? Хорошие такие брючата. Но в следующий раз. Такие рубашки. А то у нас получится, что мы все перемерим летнее. Что же мы будем примерять летом? Вот эти платья мы примеряли в прошлый раз. Помните? Они их предлагают носить с брюками вниз. Я мерила такое серое. Это черное. И к ним вот есть вот такие вот брючки. Видите, как они на манекене надеты? Кстати, такие босоножки классные. На манекене я не знаю, есть ли они в продаже. Я что-то не видела. 50 долларов они стоят. Чуть-то дорого. Ну вот, короче. Все. Пойдемте. Примершки. Привет. Мы сегодня с вами в Юниклоу. Я почти не снимала в магазине. Но фактически не снимала. Потому что ничего нового здесь нет. А я просто принесла несколько вещей, которые я вам уже показывала в прошлый раз. И вещей, которые я хочу померить другой размер. Например, вот это платье. Я примеряла зеленое. Мидю. Я принесла черное. Потому что я хочу посмотреть, как выглядит ларш. Вот эту юбку я мерила зеленую. Это Юниклоу Си. Я хочу посмотреть, как выглядит ларш на мне. Вот. Ну и, в общем, плащ. Я принесла Юниклоу Си. Вот это платьице. Сарафанчик меня просили примерить. Там появились кое-какие летние вещи. Ну, как бы платья, всякие юбки. Но я оставляю их на будущее. Потому что у нас еще все лето впереди. Нам еще все лето нужно примерять летнюю коллекцию. Давайте будем примерять. Я, ну, вот я сегодня вот в таких вот сапогах, в таком вот платье, в бусах. У нас дождь идет. У нас не холодно, но дождь. И сапоги, конечно, не очень подходят, допустим, к этому сарафану. Но я не буду себя показывать с полной роста. Покажу вот как есть. На пояс. Ниже пояса. Ой, как-то получилось. Нет, ниже пояса не буду себя показывать. Покажу себя. То, что влезет, короче, в камеру. Так, девушки, это комплект Uniclossi. Я примеряла такую же юбку в прошлом видео, зеленую. И это размер Larch. И я хочу сказать, она, конечно, мне удобнее. Хотя Medium тоже был нормально. Сидел нормально, потому что здесь резинка на талии. И, в принципе, было нормально. Но Larch мне, конечно, гораздо больше подходит. Мне очень нравится этот цвет. И вот у них есть такие топы в комплект. Я видела на сайте, что у них есть синие, зеленые, еще какие-то. Ну, вот точно в комплект к этим юбкам. Обычный такой вот квадратный топик, синтетический, по-моему. И это размер Larch. И можно было бы и Medium. Он довольно такой широкий, большой. Но, в принципе, нормально. Видите, он так сидит. Я не могу сказать. Мне кажется, что если бы был бы меньше, он бы чуть-чуть. Вот такой вот был, наверное. И было бы немножко получше. Вот так. Мне кажется, это очень подходит. Вот они сделали вот эти вот комплекты. Такой простой топ. Это не футболка. Это, видите, вот такой прикотажный, синтетический топ, который очень, ну, так выглядит, как какой-то топик. Не футболка. Вот именно вот. Вы видите, такой вот здесь вырез хороший. Лоночкой не такой, как футболочный. Его можно вот так вот немножко подзаправить. Мне очень удобно одной рукой. Сейчас выпью, секунду. Видите, подзаправить можно. И он очень так неплохо выглядит, неплохо сидит. Был бы он немножко поменьше, а то я какая-то очень квадратная. Хотя, может быть, и нет. Может, и нормально. Но он вообще единственный был в магазине. И один был зеленый, и один был красный. Я не помню, или бежевый в каких-то цветах. Ну, во всяком случае, в любом случае, вот это сочетание будет неплохо. Видите, они так сделали под цвет. Под цвет. Плечи мне великоваты. Видите, он был бы лучше даже в плечах. В общем, они сделали вот эти топы под цвет юбок, чтобы сочетать. В принципе, хорошая идея. Ну, и юбка хорошая. Хорошая юбка. Мне она понравилась еще в тот раз, когда приедала. Класси и плащ. Тоже разный ларч. И я должна сказать, что он, мне кажется, великоват. Можно было бы мидиум, но я взяла побольше, опять же. Какие-то рукава очень длинные. Хотя, в принципе, нормально. Я его так подвязала, и вот он неплохой. Единственное, что он короткий. Вот, смотрите, юбка из-под него торчит. То есть, его надо носить на вещи такие не очень длинные. А если я возьму меньший размер, то он вообще будет еще короче. Но, в принципе, он очень хороший. Я вам сейчас его сниму на вешалке, чтобы вы поняли, как он выглядит. Давайте сначала еще развяжу. Так, вот он в развязанном виде. Вот такой вот он по размеру. Ну, вы знаете, что если на свитер, то, в принципе, нормально будет. Ларч, и не надо меньше. У меня какое-то ощущение, что он какой-то большой почему-то вот. Потому что он такой громоздкий такой какой-то. Не то плечи мне великие, не то что. А есть еще зеленые, по-моему, и что? Не зеленые, а такого защитного цвета. И еще есть черные. Рукава, конечно, нет. Везде надо отрезать. Ну, и вообще, видите, когда я его развязала, он чуть-чуть подлиннее. Но все равно коротковатый. Так, смотрите, плащ сделан из стопроцентных лопок и подкладка стопроцентный полиэстер. Он стоит 150 долларов. Был размер large. Видите, здесь, кстати, есть на этикетке размеры по груди. 94-99 сантиметра. Ну, в принципе, да, это мой размер. Так, он очень хорошо, аккуратненько сделан. Вот так вот сделан, сделан воротничок. Все прям чудесно. Здесь еще такой крючок. Вот, видите, застегивается, чтобы вагончики. Ну, в общем, хороший плащ. Сзади ничего нету. Вот так вот он выглядит. Пояс и такая шлица внизу. Шлица, вспомнила такие слова. Вспоминаю такие слова. Уму непостижимую. Хороший плащик. Качественный такой. Хорошая ткань, приятное ощущение, что вот чего-то такого качественного, добротного. Добротного, так скажем. Так, значит, вот этот топик стоит 300 долларов. Не очень дорого. Ну, это полиэстер и спандекс, размер large. Ну, вот такой вот он очень даже симпатичный. Видите, какая ткань такая, а не врубчик. Это не майка такая хлопковая. Я, кстати, такое же платье принесла, которого не было в прошлом разу. Сейчас она висела только одно. Видимо, его кто-то сдал. И юбку вот эту мы уже с вами рассматривали, поэтому я не буду на ней долго останавливаться. Только напомню, сколько она стоит. Она вся синтетика. Стоит она 60 долларов. Это тоже был размер large. И вот у нее сверху, видите, резинка. Это очень удобно. И красивая плессировка. Она разной длины, кстати. Я в прошлый раз говорила, а в этот нет. Спереди она короче, а по бокам она длиннее. Сзади и спереди короче, а по бокам она немножко подлиннее. Но красивая плессировка. Очень симпатичная. Так, вот это платье размер large. Мне больше нравится. Я примеряла зеленое с medium, а это large. И зеленое мне прямо было, знаете, вот сейчас я вам покажу. Вот так. Вот так. То есть на черном не так видно, а на зеленом видно, что у меня прямо оно так облегало сильно живот. Все. А это, вот смотрите, large. И оно намного как-то лучше смотрится. гораздо быстрее. Оно очень красивое, это платье. У него вот здесь вот такое оно все швах. На черном плохо видно. Красивый вот такой квадратный вырез. Очень редко встречается сейчас в современной одежде. Практически никогда. Очень мне нравится. И даже черный цвет мне нравится. Очень благородный и красивый. Карманы к ним. Я вам потом скажу состав и сцену. Вот смотрите. Вот такая вот у него длина. Просто очень, очень, очень рекомендую. Значит, они есть черные, зеленые. Красивый, очень зеленый цвет. В прошлом видео, посмотрите, видите. И бежевый. Ну, бежевый такой, а не какой. А это прямо черный, прям классный. Так, значит, состав в этом платье. 67% лиоцелла, 20 лилен. Хороший состав. 70 долларов стоит, не страшно. Размер large. Красивый вот такой вот красивый вырез. Красивая горловина. И у него здесь вот сделано три шва. Не выточки, а именно вот так вот. Три шва. И сзади замок. И тоже два шва по бокам от замка. Вот так. То есть, опять же, за счет того, что есть лен, но при этом есть лиоцелл, оно мнется, но не очень сильно. Понимаете, чистый лен – это хорошо, но это очень… Вы все время очень мято выглядите. А так, в принципе, оно вполне нормально. И вот кармачки есть, что мне очень нравится. Приятно. Так, потрясающий сарафан, но очень открытая грудь в нем. Прямо очень. То есть, здесь прительки можно подтянуть, но вот это вот место должно быть на уровне где-то под грудью. Сильно их не подтянешь. Это размер large. Шить здесь тоже ничего не получится. Так что, либо нужно носить вниз какую-то футболочку, либо ходить вот так. Если у вас грудь поменьше, то нормально. Это не будет прямо такой, прямо бюст-бюст-бюст торчать. Очень-очень красивый сарафанчик. Сделан по той же системе, что юбка спереди и сзади короче, сбоку длиннее. Он тоже из разных цветов. Есть красный в горошек, есть вот такой расцветке похожий, как эта юбка. Есть немножко другой. Так, вот. Вот так. Вот такой вот сарафан, девочки. Красивый. Очень красивый. Ну, очень открытый. То есть, под него что-то вниз надо надевать. Ну, или вы так привыкли, ходить нормально для вас. Для меня нет. Я не люблю вываливать свои богатства так наружу. Но, в принципе, например, на курорт запросто. А вот здесь вот по курорту ходить у нас, я как бы, ну, не было бы комфортно и удобно. Там есть подкладка. Он весь синтетический. Такой же, как эта юбка. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Ну, в общем, в общем и целый сарафанчик красивый. Покой романтичный очень. Ну, он весь синтетический. Да, полиэстер, полиэстер. И стоит он 80 долларов. Размер Larch. Не так уж дешево. Вот это платье стоит дешевле. 70 на 10 долларов. Я бы лучше его купила. Тут состав получше. И оно намного более, много будет вам использоваться, как это сказать. И оно более комфортное. И, в общем, ну, вот так они решили. Значит, смотрите, как оно сделано. Сзади тоже оно сделано довольно красиво. Вот так вот как-то так заложено. Пояс. И какая-то такая, знаете, вот интересная деталь. Здесь замочек сбоку, чтобы вам не мучиться. Где-то был какой-то блок. Вот здесь замочек сбоку. И аджастовал эти. Ну, вот в общем шлейки можно их регулировать. Это тоже очень удобно. Но особо не нарегулируешь, потому что здесь как будто это должно быть под грудью. Можно чуть-чуть поднять или опустить. Опустить совсем, если так это вообще будет вся грудь наружу. Ну, в общем, вот такой. Очень красивое платье тоже Винни-Класси. Красивое мне оно подходит вот до сих пор. А ниже оно мне узкое. Хотя это ларч. А экстраларч, по-моему, у этажей нет. Смотрите, как красиво сделана гогловина лодочкой. Очень приятненько все здесь так сидит. И обаньки. И тут мы с вами попали. Очень облегает. Здесь как бы разрез. Ну вот, если кто похудеет. Оно какое-то очень маленькое. Все-таки ларч как бы я... Вот это ларч, да, черное и это ларч сравнительно. Ну, то есть фасон другой, ткань другая. Все равно очень узкая. Ну, это специально так, чтобы облегало для тех, кому нравится. Для тех, у кого нет живота и нет попы большой. Если кто-то хочет, чтобы облегало, то оно очень будет красиво подчеркивать фигуру. Видите, как оно... Немножко пройма великовата. Но, в принципе... То есть вот здесь вот мне вообще надо было бы мидиум. Понимаете? Вот в пройме. И вот здесь. Потому что здесь у меня тоже как-то вот, видите, лишняя ткань. То есть вот это вот особенности моей фигуры. Вот здесь мне нужен мидиум, а вот здесь мне ларч маловаться. Вот так и живем, да? Ну, в общем, вы поняли идея. Платье симпатичное. Тоже, наверное, есть разные цвета. Посмотрю на его, кстати, в магазине был только синий. Синий очень красивый, кстати. Такой же, как этот, но красивый цвет. Так, платье у нас. Что у нас платье? 95 полиэстер 5 спандекс. Размер ларч 60 долларов. Вот видите, бюст 94-99. Бюст не подходит. А все остальное не очень. У него есть замок сейфоку. Ну, в общем, обычно такое платье синтетическое, но оно красиво. Довольно симпатичненько сидит. Ну, все, дорогие девочки. Вот такие у нас сегодня были примерки. Мы видели некоторые вещи вот новые, некоторые то, что уже мы примеряли. Просто я захотела примерить еще раз мой уже размер, наконец-то. Они тиснутся в миде. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Всех любых целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Кажется. Все. Продолжение следует...